МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь как на ладони. Инспектору достаточно пары минут, чтобы проверить, кто и сколько недоплатил государству. Информация о задолженности нередко становится сюрпризом для налогоплательщиков. Очень удивительно, что мне выписали. Потому что у меня даже в Сбербанке все оплачено именно вовремя. Из фургона судебных приставов неплательщики выходили с квитанцией на оплату долга. С его погашением лучше не затягивать, иначе сумма начнет расти. За просрочку начислят пение. Совсем не сладко придется тем, чья сумма долга вырастет в число с четырьмя нулями. Если, допустим, задолженность у налогоплательщиков по налогам свыше 30 тысяч рублей, то вообще налогоплательщикам запрет, вы за границу. Налоговая служба напоминает люберчанам об ответственности и советует заранее позаботиться о своей репутации. К концу подходит налоговый период 2019 года. До 2 декабря нужно оплатить налог на имущество. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова